Бабушка выросла, словно из-под земли. Не было, и вот она. Он еле успел нажать на тормоз. Мощный автомобиль, взрывев, словно укращённый хищник, остановился. Дмитрий Викторович выскочил на улицу. На языке много чего вертелось, и он уже открыл рот, но вдруг замолчал. — Доброго здоровичка, внучек! Торопишься, куда поди! Незнакомая бабулька бесхитростно улыбалась. Глаза будто прозрачные голубые леденцы. Выцвевший платочек с цветочками, ситцевая платьица, на ногах галоши. Поправила натруженными руками седые волосы и ещё раз улыбнулась. Улыбка-то была совсем детская. Даже такие же беззащитные розовые дёсны, как у младенцев. Дмитрия Викторовича уважали коллеги и побаивались партнёры. Он был жёсткий, бескомпромиссный, ничего не боялся. Считали, что идёт по головам и чужды ему человеческие эмоции. И будь на месте бабушки кто-то другой, не миновать бы тому человеку всей глубины его гнева. Но где-то в глубине Дмитрия Викторовича жил мальчик Митя, обожающий своё детство и бабушку Липу. К ней мальчика на всё лето привозили родители. Он спал в пологе, просыпался, когда аромат бабушкиных блинчиков и пирожков разносился по всему дому. Соскакивал и бежал по деревянному, тёплому от солнца полу. Бабушка прижимала его к себе, обнимая руками ещё в муке, которую вытирала опередник. На столе стояла кружка с парным молоком, а потом они шли в поле, и облака проносились низко, качались васильки. На горизонте паслась коровка-бусинка, а рядом шёл конь-звездочёт. Вечером бабушка рассказывала сказки, и можно было выйти на крыльцо, послушать звуки ночных гостей, как она их называла. Что-то светилось в траве, кто-то шуршал. И не было никого счастливей Мити в тот момент. Поезда к бабе Липе он всегда ждал. Его утончённая и модная мама моталась по курортам, отец крупный чиновник пропадал на работе. У мальчика было всё – игрушки, поездки, исполнение любых желаний, а ему хотелось поскорей в деревню. К бабушке. Он не мог понять в тот день страшных слов по телефону. Бабушка Липа умерла. Как это? Баба Липа не может умереть. Как без неё будут бусинка и звездочёт? А ночные светлячки? Как без неё будет он, Митя? Какая выдержка у мальчика? Стоит и даже не плачет. Собранный такой. Удивлялись на похоронах знакомые. Дима попросился туда, как не отговаривали его отец и мать. Боль изнутри ломала, била, выворачивала. А внешне он стоял твёрдо, даже не плакал. С бабой Липой уходило всё. Всё, что было ему дорого. С тех пор изменился его характер. Прошли годы. Вот ему 35. Он ехал в аэропорт, ждал полёт по делам. Но вдруг вспомнил просьбу своего друга, егеря Сергея. Отправь телеграмму, Дим. Это очень важно. Я сам уже не успеваю. В лес надо. Ну, дозвониться до своих я не могу. Вот тётки это мои. Связь у них там частенько не ловит. Отправь, прошу. Только не забудь, а. Дмитрий Викторович ничего не забывал. Но закрутился с новым контрактом и почему-то забыл. Вспомнил уже по дороге. Глянул на навигаторе. Населённый пункт с незнакомым названием. Не то город, не то посёлок. Он ещё успевает к самолёту. Время есть. Отправил телеграмму, сел за руль и помчался в аэропорт. И вот тут-то, как из-под земли, появилась бабушка. Она была очень похожа на его бабулю. Или ему так показалось. Все бабушки похожи друг на друга. Ощущение безграничного счастья. И того, о чего щемит в груди. И так хочется улыбнуться. Вы чего же это так? Ну, неосмотрительно-то вышли на дорогу. Я и задавить вас мог. Тут и перегода-то нету. И троплюсь я на самолёт. Вздохнул он. Внучек, помоги мне, пожалуйста. Вцепившись в рукав его пиджака, попросила старушка. Дмитрий Викторович глянул в сторону машины. Кошелёк был там. Сейчас. Сколько денег нужно? Спросил он. Денег? Каких денег? Да нет, что ты, милый. Этого не надо. Помоги мне анчоуса найти. Бабуля по-прежнему не отпускала его руку. Анчоуса? Скинул он бровь. В голове тут же сложилась пожилая женщина, потеряла собаку, но у него нет времени её искать. Бабушка! Да вы покричите, и он приближит. Или к дому придёт. Тут у вас всё рядом, никуда не денется ваш анчоус. Дмитрий Викторович смотрел на часы. Время ещё было. Матрюн Мифтрофан на меня зовут. А тебя как? Не отставала старушка. Дмитрий Вик. Митя. Глухо произнёс он. Так давно его никто не называл. Зачем он сейчас вспомнил и назвал своё детское имя, непонятно. Митенька, у меня так мужа звали. Митенька, помоги, а? Ножки не держит, так расстроилась. Анчоус-то, это всё, что у меня осталось. Мужа схоронила давно уже. Дочка с внучкой разбились позапрошлое лето-то. А никого нет теперь, только он. Бабушка принялась утирать слёзы краешком платка. Дмитрий Викторович снова взглянул на часы. Если он будет быстро ехать, то, в принципе, время ещё есть. Садитесь в машину. Сейчас объедем улицу, у вас тут. Не так их вы много. Ну, прям пасторальная идиллия, а не место. Всё зелёное. В цветах. Он помог старушке сесть в машину. Прокатились они быстро по улицам. Только Анчоуса так и не нашли. Спрятался, наверное. Матрюна Митрофановна, послушайте, у меня самолёт. Я вообще-то в ваши края и не заехал бы. Ну, вот вспомнил про телеграмму. Всё, что срочно нужно всем что-то здесь от меня. Другу Сергею телеграмму. Вам вот Анчоуса найти. Ну, давайте сделаем так. Вы его ищите, пожалуйста. А я вам свой телефон напишу. Хорошо? Приеду, помогу, если что. Да не плачьте вы. Хотите, если вы не отыщите своего, я вам корги куплю. Предложил Дмитрий Викторович. — Какие корги? Зачем они мне? У меня в своей дома есть сушу на печке. Сплеснула руками Матрюна Митрофановна. — Нет, вы не поняли. Корги — это собачка. — Как у английской короли вы хотите? — усмирнулся молодой мужчина. — Нет, внучек, не надо мне корги эти. Какая я королева? Мне бы Анчоуса. Анчоуса бы мне найти. А кроме его никто-то не нужен. Бабушка продолжала доверчиво смотреть на него. Они вышли на улицу. Раскаленным апельсиновым шаром висело в небе солнце. Пахло скошенной травой и медом. Дмитрий Викторович положил визитку бабушке в карман и пошел к автомобилю. Краем глаза заметил, что старушка вначале бросилась за ним, а потом остановилась. Сел за руль. Ему нужно срочно на самолет, а то он опоздает. А там новый контракт, деньги. Он еще успевает, если будет ехать очень быстро. Перед тем, как тронуться, посмотрел в сторону бабушки. Она стояла и плакала, опустив голову, вытирая слезы краями платочка. Встретилась с ним взглядом через открытое окно. — Храни тебя Бог, Митенька. Ты и так много времени на меня потерял. Сама поищу. Господь в помощь. Помахала ему рукой старушка. А он сквозь это лето и солнечные блики вдруг увидел заснеженную зиму, и бабушка Липа махала ему так же рукой, пока не скрылась за снежной пеленой. Больше он ее не видел. Да, у него большие деньги на кону. А у нее? У этой старушки что? Пустой дом без близких? Загадочно исчезнувший анчоус, в который сосредоточена вся жизнь и любовь? Ну, не может он уехать. Это будет предательством по отношению к этой старушке, Матрюне Митрофановне, и по отношению к своей бабушке Липе. Дмитрий Викторович вздохнул. Машина плавно тронулась. Он ее поставил в стороне. Пошел по направлению к старушке, грустно подумав, что сделка уплыла, и его друзья и знакомые не поверили бы, если бы увидели, что он творит. Но так надо, так правильно. Ты это, чего же, а ехать-то не нужно уже, да? Старушка снова схватила его с надеждой за рукав. Теперь уже не нужно. Ну что, давайте вашего анчоуса искать. Ты называй меня внучек на «ты». Можно бабушка Матрена, а меня внучка звала баба Матрюшка. Прости, Митенька, что задержала тебя, но я не могла иначе, всклипнула бабушка. Дмитрий Викторович, повинуясь порыву, прижал ее к себе. И они так стояли какое-то время. Шикарно одетый молодой мужчина и простая деревенская старушка, незнакомая до сегодняшнего дня. А потом долго бродили по улицам. И баба Матрена все кричала «Анчоус! Анчоус!» Домой к себе позвала, мол, притомился, поди. Домик был маленький, внутри бедно, но чисто. Дмитрий Викторович пообещал себе мысленно бабуле помочь. Вязаная ажурная скассердь на круглом столе, самовар и веревочка баранок, банка с молоком, разноцветные коврики, на стене фотографии, седовасый мужчина с ямочкой на подбородке, молодая женщина, прижимающая к себе зеленоглазую девчушку. Семья, ее семья, рядом иконы. — Садись, Митенька, молочка хочешь? Козьего. У меня Марушка живет, вот от нее и молочко. Пирожки вон тут под полотенцем с картошкой и с капусточкой. Кушай, милый, ты что-то бледный мне такой вначале показался. Погладила она его по светлым волосам. Он улыбнулся. Впервые не дежурно, а от души. Это было то же самое молоко родом из детства. И пирожки, такие же, как у бабы Липы. Он перестал есть выпечку где-либо с тех пор, как не стало бабушке, потому что все казалось пресным, невкусным. И пришло долгожданное ощущение покоя. Даже спать захотелось. Ему давно не снились сны. И все время было ощущение гнать, бежать куда-то, успевать. До этого момента Дмитрий Викторович не понимал, как сильно он все-таки устал. И не хватало этих разговоров, теплых по душам, потому что не доверял даже тем, с кем дружил. Отец и мама, конечно, любили его, как и он их. Но того тепла, что было с бабушкой, не доставало. И вот теперь оно возвращалось. «Баба Матрюна, пойдемте дальше искать пропажу вашу». Дмитрий Викторович поднялся. Странно, но в доме на крохотной кухонке он не увидел собачьих мисок, но решил, что из-за хорошей погоды вышел помянутый анчоус, мог заниматься перекусами во дворе. На одной из улиц им повстречалась дородная дама в красном платье с розами. С любопытством взыркнула в их сторону и остановилась. «Здорово, Митрофанна! Ой, слушай, ко мне тут сын опять приехал и внучата! Так хорошо-то, так хорошо!» И дальше полился ополток информации про невидимого сына и внучат. Баба Матрюна кивала, Дмитрий Викторович стоял рядом. Пиджак он оставил в доме, темно-синие брюки, белая рубашка. Соседка, выдав новости, еще раз взглянула на него и не удержалась. «А это кто это с тобой, Митрофанна?» Баба Матрюна молчала, и чей-то голос, в котором он узнал свой собственный, вдруг произнес. «Я внук, Митя. Будем знакомы!» Соседка охала и ахала, даже чуть сумки не уронила и устремилась куда-то вниз по улице, оставив случайную прохожую, отчаянно жестикулируя в их сторону. Баба Матрюна робко улыбнулась и погладила Дмитрия Викторовича по руке. Так они и шли, старушка и бизнесмен. Вдруг из-за поворота выбежал гусь. Он размахивал крыльями гагача, старушка охнула и кинулась к нему навстречу. Птица обнимала бабушку Матрюну, норовя положить ей голову на плечо. «Митенька, иди сюда! Нашелся, слава Богу, Митенька! Вот он, анчоус мой! Нашелся!» Приговаривала старушка. Дмитрий Викторович смеялся. «Нет, этого не может быть! Гусь!» А, собственно, с чего он решил, что анчоус – это собака? «Умница он у меня такой! Гусенкам еще так привязался, что верный дружок стал, по пятам ходил. Гуси и людей запоминают, и дорогу без труда найдут. Оттого и перепугалась я, когда он пропал сегодня. Никогда никуда не уходил. А дом он, знаешь, как охраняет? Не хуже собаки! Назвала его так, что анчоуса он любит. Неизвестно почему. Все удивляются. Гуси штрафку щиплют, а этот вот особенный. Схватит анчоуса бежать. То ли ест, то ли прячет куда-то». К дому бабушки Матрюны они втроем шли. Важно ковылял впереди анчоус. Свой телефон Дмитрий Викторович в пиджаке оставил. Взял в руки 70 пропущенных звонков от мамы. Что случилось? Не успел набрать ее номер, как сотовый ожил. «Кто это, сынок? Дима, Димочка! Сыночек, это ты! Ты где, Дима? Дима, это ты правда родной!» Он никогда не замечал у нее таких эмоций. И попробовал что-то сказать, но в ответ слышались лишь рыдания. Наконец раздался какой-то звук, и в трубке послышался дрожащий голос отца. «Дима, Димочка! Дима, сыночек! Как же так? Ты где, сынок? Ты где?» «Папа, да что случилось?» «С мамой что-то? Папа, ну не молчи!» «Самолет!» «Самолет упал, Дима, тот, на котором ты лететь должен был!» «Мы думали, ты погиб, Дима!» «Мама сразу упала!» «А ты где? Как ты? Где, сынок? Мы выезжаем!» «Дима, это же чудо, что ты жив! Чудо!» Отец и мать вырывали друг у друга телефон, говорили одновременно. Ему внезапно стало трудно дышать. Расстегнул верхние пуговицы, вышел на крыльцо. На скамеечке перед домом, протягивая ему горсть ягод, сидела бабушка Матрёна. Важно обходил свои владения гусянчоус. «Пап, я у бабушки!» «Да нет, не в бреду я, не волнуйся! Вы приезжайте сюда с мамой!» Он не плакал с восьми лет, с того дня, как попрощался с бабой Липой. Но сейчас соленые капли текли по его щекам, а бабушка Матрёна суетилась рядом, вытирая их платочком. «Пап, со мной всё хорошо. Я вас так люблю. Знаешь, у нас теперь снова есть бабушка. Её Матрёна зовут. Я жду вас с мамой!» Продолжил Дмитрий Викторович, вдруг почувствовал себя ребёнком, а не идущим напролом сильным мужчиной. И склонился перед домчоусом, который в ответ нежно обнял его двумя крылами, наклонив голову на плечо, а рядом крестилась бабушка Матрёна.